Муниципальный этап первенства В волейболе важна техничность, предельная концентрация и внимание. Всему этому юные спортсменки учатся на дополнительных тренировках и занятиях. Каждая сборная команда стремится показать наилучшие результаты на первенстве школ города по волейболу среди девушек. Перед соревнованиями прошли предварительные игры, товарищеские встречи, до которых оценивали уровень команд. В третий игровой день на поле встретились пять пар. Школе номер 17 удалось обыграть соперниц из 20-й школы со счетом 2-0. Во многом победе поспособствовала группа поддержки. С нами была сегодня группа поддержки в нашу школу. Пришло много человек, все нас поддерживали. Это тоже очень помогает на играх. В прошлые годы не получалось занять какие-то призовые места. В этом году мы с самого начала года начали тренироваться. Очень готовились к этим соревнованиям. И сейчас уже смогли одержать не одну победу. На муниципальном этапе первенства школ города по волейболу среди девушек участвовали 11 команд, которые разделились на две группы. Из каждой группы в полуфинальные и финальные встречи вышли по две команды, которые разыграли призовые места. На школьных соревнованиях мы участвуем каждый год. Каждый год приходит новое поколение из младших классов. Все это наигрывается. Команда очень слаженная. Играем довольно хорошо. Бывают какие-то спорные моменты. Мы девушки еще такие с характером. Нам сложно иногда договориться, но находим компромисс. Мы не обижаемся, главное, друг на друга. В этом году на соревнованиях не было явных лидеров и аутсайдеров. По словам судьи, почти все школьные команды были на равных. По сравнению с прошлым годом уровень женского школьного волейбола стал выше. Девушки лишь немного уступают мальчишкам. Команды сильные, команды стараются, работают. Женский волейбол развивается в городе. Немножко он эмоциональнее, чем мужской. Немножко менее техничный. Но девчонки работают, стараются. Если большой рост, девочки работают над собой техническими возможностями, физическими возможностями. Победители муниципального этапа первенства школ города по волейболу среди сборных команд девушек поедут на зональные соревнования «Серебряный мяч» в конце декабря – начале января. Вслед за этим в школьных соревнованиях по волейболу сразятся мальчики. Спортивные соревнования «Веселые старты» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в Молодежном центре. За победу в эстафетах поборолись четыре команды. Мероприятие приурочили к декаде инвалидов. Декады инвалидов направлены на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам и правам людей с инвалидностью. В декабре в Молодежном центре традиционно проходят ежегодные спортивные соревнования «Веселые старты» для детей с ОВЗ и инвалидностью. За победу в «Веселых стартах» поборолись четыре команды – чемпионы и спортсмены из Молодежного центра, «Энергия» – школа номер один и «Дельфины» – школа Икар. Со спортивным праздником ребят поздравили представителей духовенства и Департамента по делам молодежи и спорта. Ребята участвовали в «Веселых эстафетах», бегали с мечом, оттачивали меткость, собирали пирамиду. Во всех испытаниях нужно было применить ловкость, быстроту и смекалку. В этом году ввели и интеллектуальный конкурс. Командам нужно было составить как можно больше слов, связанных со здоровым образом жизни. Сегодня было очень здорово, весело. Мне очень понравилась пирамидка. Все большие и маленькие там убежали все. И надо было собрать эту пирамидку и закончить палочкой. Кто быстрее, тот выиграл. И кто еще ровнее собрал, тот и выиграл. Каждый участник смог на соревнованиях бросить себе вызов, преодолеть внутренние барьеры и страхи, стать сильнее и увереннее в своих силах. В организации спортивного праздника помогали волонтеры клуба «Инсайт». Для ребят они проводили зажигательные танцы-анимации. Все стремятся всегда к победе, и это очень важно. И я считаю, каждый из участников стал победителем, потому что участие в соревнованиях – это прежде всего преодоление каких-то собственных, иногда внутренних преград. Здесь, наверное, каждый для себя стал победителем и каждый получил награду. По итогам эстафет золотую медаль получила команда спортсмены Молодежного центра. Дельфины завоевали серебро, а бронза досталась команде «Энергия» из первой школы. Мне больше всего понравилось испытание с мячиком, самое перное, оно было самое легкое. И вообще понравились соревнования. Спасибо организаторам за такие крутые и классные соревнования. Мы хорошая команда, хорошие дети, хорошие люди, мы любим спорт. Победители-призеры и участники получили дипломы и подарки. Первенство Нижегородской области среди юниоров 2007-2008 годов рождения продолжается. На очередной домашней игре ХК Саров сыграл с принципиальным соперником – Кристаллом из Мурома. Удаление, драки, водопад шайб. Очередная игра ХК Саров на выезде проверила нервы болельщиков на прочность. На своем льду их принял бессменный лидер первенства, который играет вне зачета, команда АКС Павлова. Первый период завершился со счетом 0-4 в нашу пользу. Однако во втором соперник забросил Сарову сразу пять шайб. Игра держала в напряжении до последней секунды. Победа АКЕ далась нелегко. Финальный счет игры – 8-7. Ну, это хоккей, тем он и интересен, да, что сначала ты выигрываешь 2-0-3, 0-5-0. И здесь, соответственно, надо ни в коем случае не расслабляться, что, наверное, не помешало, да, добиться положительного результата. Но нам с командой еще придется поговорить и разобраться в этом. Сегодня у нас как раз будет собрание командное, теоретическое, где мы разберем ошибки. И думаю, что исправим их. Я уверен в этом, что мы их исправим. И больше, наверное, такого не повторится. Придает силы нашим хоккеистам огромная поддержка болельщиков, которые не оставляют их и на выездных играх. Это у нас, мне кажется, самая сильная со всей области группа поддержки, которых слышно больше, чем местных болельщиков. И всегда приятно видеть их на трибунах. И всегда приятно, что они переживают, болеют за команду и гонят команду вперед. Это, конечно, неоценимая поддержка со стороны наших болельщиков. Помощь трибун нужна и юным хоккеистам. В разгар сезона лед буквально плавится от напряжения. Канал 16 поздравляет саровских хоккеистов с прошедшим днем хоккея и желает спортивного роста, точных бросков и красивых побед. Хочется пожелать саровским хоккеистам быть более целеустремленными, быть трудолюбивыми, дисциплинированными и добиваться как можно больше побед и повышать каждый день свой уровень мастерства. Водопад Шайб ХК Саров встретился с бессменным лидером первенства Нижегородской области по хоккею в высшей лиге, который играет вне зачета команды АК из Павлова. Битва титанов проверила нервы болельщиков на прочность. Хоккейная команда Саров уже играла с кристаллом на льду соперника в Муроме. Тогда саровчанам не удалось вырвать победу. Ребята проиграли со счетом 2-4. На очередной игре первенства Нижегородской области среди юниоров 2007-2008 годов рождения ХК Саров встретился с кристаллом уже на домашнем поле. Наши хоккеисты были настроены взять реванш. Соперник сложный, сильно готовились к нему. Первый раз мы к ним ездили, проиграли 4-2. Будем сегодня возвращать должок. Стараемся выиграть, порадовать зрителей. Это принципиальный матч для нас, мы должны его выигрывать. Нелегкие очки для нас. Будем пытаться бороться. Их знаем, как играют. Не первый раз мы с ними. В дерби можно сказать уже. В первом периоде ХК Саров активно защищал ворота и забирал шайбу у противника. Схватка была эмоциональной. Было много нарушений и удалений. Нашим хоккеистам не удалось забить ни одной шайбы кристаллу. Счет первого периода был 0-1. Первый период прошел неплохо. Большие скорости, хорошая игра. Где-то мы давим, где-то нас давят. Ошибок пока не допускали серьезных. Играли от обороны, все в порядке было. Немного где-то надо бросить, где-то передачку отдать. А так все более-менее хорошо. По первому периоду нам Павел Михайлович сказал, тренер наш, что нужно немного прибавить броски, добивания и реализовывать свои моменты. Соперник – сильная команда. Они к нам приезжали, мы сыграли с ними в две шайбы всего из всей области. Это одна из самых сильных команд. Мы постоянно с ними играем ровь и ровень. У нас хорошие игры получает мастеровитая, боевая команда. К сожалению, по словам тренера, Саров не реализовал свои моменты и уступил лидерству сопернику. По итогу игра закончилась со счетом 0-3. Первенство Нижегородской области среди юниоров 2007-2008 годов рождения продолжается. Пока у команды Саров два проигрыша – в Муроме и Арзамасе. Перед ребятами стоит задача выйти в финальную часть состязаний. Седьмой год у меня тренируется, а восьмой год тренируется с Дмитрием Васильевичем Быстровым. Поэтому у нас как бы бывает, у нас мы совместные тренировки делаем, а так как бы по отдельности. Но уже ребята как бы сплотились, уже знают друг друга. Поэтому я думаю, первые игры были тяжеловаты. Сейчас уже более-менее все хорошо. Будем стремиться попасть в финальную часть. То есть из нашей группы выходят четыре команды в финальную часть. То есть это вот претенденты – это вот Кристалл Муром, Княгинина, Мы, Арзамас, Ордатов. Вот пять команд. Нет, там еще есть две команды. А вот из этих семей в четверг сильнейших. Ну, финальную часть, первое и четвертое место должны выйти. В Саровской команде предстоят игры на выезде. А также домашний матч с одним из лидеров первенства – ХК Княгинина. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok